Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем восьмую главу «Песни-песни». Она начинается такими словами. «О, если бы ты мне был брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, поцеловала бы тебя, и меня не осуждал бы никто. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих». Здесь мы слышим голос возлюбленной, которая хотела бы превращения, она бы хотела, чтобы ее возлюбленный превратился в брата, потому что то, что позволено с братом, не позволено с посторонним юношей. Она хочет свободно выражать свои чувства, не только в укромных местах, но тоже в присутствии посторонних, так, чтобы ее никто не презирал, никто ее не упрекал. Поэтому «Если бы ты был мне брат...» Но затем возникает другое странное желание, она его хочет привезти в дом своей матери. И говоря языком психологии, здесь какой-то регресс, потому что привезти в дом матери означает войти в какие-то внутренние покои, может быть, в какое-то свое прошлое, вернуться к своему началу. И там состоится встреча, о которой сказано «он будет меня учить». Некоторые переводы говорят здесь слово «инициировать». Действительно, как будто совершится какое-то посвящение в тайну или посвящение в искусство любви. Она будет поить ароматным вином, соком гранатовых яблок, а он будет учить. И традиции, которые усматривают здесь историю любви между Богом и его народом, конечно, видят в этом божественном возлюбленном того, кто учит закону Божию, учит божественным заповедям Торе. И монахи тоже любили именно этот образ. Они говорили о пустыне, и нужно все глубже и глубже удаляться во внутреннюю пустыню. Одновременно это образ отдаленной пустыни и образ внутренней пустыни, образ человеческого сердца. И вот он последовал за мной, и мы слышим голос невесты. Левая рука у меня под головою, правая обнимает меня. Заклинаю вас, черри иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленные доколе ей угодно. И вот двое влюбленных уединяются в тайном месте, вдали от посторонних лиц. Мы слышим слова, которые уже звучали во второй главе. Образ брачных объятий, образ полного счастья. Все вокруг излучает веру, покой. И здесь уместно употребить слово «умиление». Это славянское слово, которое, может быть, нам сегодня непонятно. Это и есть образ той нежности, покоя, любви, открытого сердца. И слова, которые звучат как заклинания, они звучат рефреном в нескольких местах песни-песней, завершают здесь пятую поэму. И можно себе представить, что это голос жениха, а может быть, невеста, засыпая во сне, бормочет себе то, что она хотела бы услышать из уст своего возлюбленного. Заклинаю вас, черри иерусалимские, не будите, не тревожьте, возлюбленные, не тревожьте любовь, пока она сама не проснется. Все как будто происходит на тонкой грани между сном и пробуждением. В Библии есть специальное название для такого тонкого сна. Еврейское слово «тардема» употребляется несколько раз. Когда Бог творит Еву, Адам спит, он погружен в этот литургический сон. И поэтому, когда он проснется, для него это будет как некое откровение. Когда апостолы вместе со Христом поднимаются на гору Фавор, они тоже отдалены тем же тонким сном, тем же оцепенением, и происходит нечто подобное откровению. Точно так же Авраам спит, погружен в этот мистический сон, в тот момент, когда Бог заключает с ним завет. И поэтому здесь тоже мы слышим голоса, немного как сквозь сон, и не всегда удается точно разгадать, кто говорит в данном случае. В следующем стихе говорится, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Вероятно, это голос подруг, голос дочерей Иерусалимских. Возлюбленные опираются на своего возлюбленного, они вместе покидают пустыню. Они уже супружеская чета, или жених и невеста. И пустыня – совершенно удивительный образ. Мы уже слышали этот образ, поэтому это немного как и дежавю. Это парадоксальное место. С одной стороны, пустыня – это место, где человек лишен всего. Это место, где обитают злые силы. Это место искушения, испытаний, одиночества. Но одновременно пустыня – это и место встречи. Именно в пустыне Бог назначает первое свидание своему народу. Именно там Он вручает скрижа Лизавета. И поэтому в памяти народа песнь «Пустыня» осталось как место первой любви, место первых встреч, может быть, медового месяца. Именно так об этом говорят пророки. В некоторых рукописях здесь содержится вставка. Возлюбленная здесь как будто облачена в нечто белое. Она сияющая, блистающая, светлая. Вначале она искала возлюбленного. Здесь она выходит из пустыни, поднимается, опираясь на него. Вначале она скиталась в поисках возлюбленного. Здесь она оказывается в его объятиях. Вначале она была черной и темной. Здесь она блистающая и сияющая, как солнце. «Под яблоней разбудил я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя». Это место остается очень загадочным, потому что разные древние рукописи, древние переводы по-разному его переводят. Никто не знает точно, это голос ее или это его голос. И то, и другое возможно. Синодальные, как и многие другие переводы, вкладывают в эти слова в уста жениха, но, возможно, и другой совершенно перевод. Образ яблони здесь, конечно, возвращает нас к райскому саду. И точно так же, как любая история любви, история супружеской любви, в человеке пробуждает воспоминания о чем-то, что предшествовало, может быть, твоему существованию. Каждый себя чувствует немного, как Адам и Ева в самое первое утро мира. Также и здесь этот образ яблони возвращает в какой-то райский сад, там, где Ева становится матерью живых, матерью жизни, там, где она подалась искушению змея. И каждая верная любовь, каждая счастливая состоявшаяся любовь каким-то образом исправляет, искупает то, что совершилось в Эдемском саду. Вершиной поэмы являются следующие слова. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Это самые головокружительные слова, мольба возлюбленной. Эти слова буквально скрепляют печатью эту книгу. Как вы знаете, печать носили в древности, подвешенной на шее, на груди, у сердца, или ее вставляли в перстень и всегда носили на руке. В любом случае, возлюбленная желает всегда оставаться неразлучной, всегда быть на сердце или на руке. В Библии сердце — это мир сокровенных желаний, мыслей, эпицентр всех жизненных сил, и возлюбленная хочет быть там. Рука — это то, что символизирует действия, поступки, решительность человека. И возлюбленная хочет оставаться, чтобы все, что совершает ее возлюбленный, то, о чем он мыслит, мечтает, носило бы ее отпечаток, ее оттиск. Эта прекрасная молитва выражает желание быть для другого всем, стать его личным достоянием. И поэтому это образ нерушимого завета. Печать невозможно сломать, если только ее совсем не уничтожить. Паэма начинается словами «Да лапзает он меня лапзанием уст своих» и завершается этой просьбой носить себя как печать. В Евангелии от Иоанна и в нашей литургии Сын Божий Иисус Христос тоже назван печатью Отца совершенным образом, точным оттиском, и поэтому сиянием славы Отца. Также жена для мужа становится сиянием его славы. Они друг для друга становятся печатью, заверяющей подлинность всего, что ты совершаешь, все, что посещает твое сердце. Следующие стихи сравнивают любовь со стихиями этого мира. «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Молитва возлюбленная о том, чтобы она была печатью на сердце, печатью перстнем на руке, объясняется тем, что всегда любовь соприкасается с ревностью и с темной страстью, которая может все поглотить и уничтожить. И для того, чтобы суметь не погибнуть, противостоять этой ревности, этому аду, нужна верность. Любовь – это сила, которую ничто не может одолеть. Она соразмерна смерти. Она неодолима, как шоул, как ад. И даже как огонь. И не просто огонь. В синодальном переводе говорится «пламень весьма сильный». Это возможный перевод, но еврейский текст говорит о пламени Яхве. Употребляются две буквы «ях», которые являются сокращением священного имени. Точно так же, как в слове «Аллилуйя», «Аллилуйя», «Хвалите Яхве», «Хвалите Господа». Так же и здесь любовь, как божественный, как священный огонь, и поэтому неугасимый. Если собрать все воды на этой земле, и если даже вернуться великие воды первозданного хаоса, даже они не смогут разлучить влюбленных, даже они не смогут залить, потушить этот огонь. Потому что это пламя, божественное пламя Яхве, любовь несет на себе печать и силу божественного имени. Поэтому она своей силой, своей мощью превосходит все, что мы можем себе представить. Если в супружеской любви нет Бога, то очень легко эта любовь может переродиться в страсть. Она может стать огнем преисподней, слиянием, взаимопоглощением, тем расстройством, которое иногда сегодня называют аффективной зависимостью. Такая неутолимая жажда, обладание, которое оборачивается неизменно гибелью для обоих. Для того, чтобы этого не произошло, нужен кто-то третий, нужен божественный и священный огонь, который избавит от этой смерти. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. И далее произносится пословица. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. До этого был поэтический текст. Вдруг мы видим вставку в прозе, это слово мудрости, это некий афоризм, который подтверждает высшую ценность любви. Совершенная любовь не продается и не покупается. Это очень напоминает гимн апостола Павла, когда он в первом послании к Оринфянам говорит «Если даже я соберу все таланты, все харизмы, а любви у меня не будет, то я ничто». И эта вставка открывает нам следующие две эпиграммы, которые мы читаем в последующих стихах. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и груди у нее нет. Что нам будет делать с сестрою нашу, когда будут свататься за нее?» «Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». И продолжение. «Я – стена, и груди у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты». Чьи же здесь голоса звучат? Здесь возникает образ братьев, тех самых дочерей моей матери, которые мы встречали в первой главе. И они обсуждают, что же им делать с младшей сестрой, потому что братьям поручено заботиться о ней, защищать ее, пока она не замужем. Но в тот момент, когда о ней встанет вопрос, к ней начнут свататься, нужно будет ее украсить, нужно будет выдать ее замуж. И на это предстоит изрядно потратиться. Нужно будет купить серебро, нужно купить кедровые доски для того, чтобы ее украсить. И как ирония на эту озабоченность и, может быть, напыщенную озабоченность братьев, звучат слова, которые произносит младшая сестра. «Я – стена, и грудь у меня как башни, потому я буду в глазах его достигшей полноты». Они говорят, если бы она была башней, она говорит, да, я башня. Они говорят, у нее еще нет груди, еще не сформировавшаяся девочка, она говорит, нет, у меня уже все сформировалось, и я в его глазах буду как достигшей полноты. Ей абсолютно все равно, что говорят о ней другие, что о ней думают ее братья, ее семья, потому что она знает, что возлюбленный ее любит, и это для нее важно, а все остальное рядом с ней не имеет никакой цены. И все-таки, кто же здесь еще может озвучить свои мысли, свои настроения? Потому что там, где возникает образ стены, образ башни, это не случайно. И некоторые толкователи здесь видят образ Иерусалима, это голос Иерусалима. После Вавилонского плена нужно было восстановить стены отстроить башни, богато украсить город. И среди жителей, конечно, находятся богатые люди, своего рода олигархи, которые готовы изрядно потратиться на внешнюю красоту. И в этот момент здесь звучит голос священников, которые милость мира, жертву хваления, верность завету предпочитают всем богатствам земли, силе оружия и всем сокровищам. Итак, кто же эти братья? Это сильные мира сего. Со своими грандиозными проектами. И здесь звучит голос праведников, голос священников, мудрецов, которые с иронией относятся на эти грандиозные замыслы. Затем следует еще одна ироническая эпиграмма. Виноградник был у Соломона, ваал гамония. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебряников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть будет тебе, Соломон, двести стерегущим плоды его. Древняя легенда гласит, что действительно Соломон был сказочно богат. И у него было много виноградников. И имя Соломон здесь, конечно, это символ какого-то богатства и роскоши. Ваал гамон, никто не знает, что это за местность, но ее этимология, ее название означает господин множества, владелец богатства. И действительно, Соломон был богат, у него были не только деньги, но у него был огромный гарем, 700 жен, 300 наложниц, итого тысяча женщин, точно так же, как и здесь упоминается тысяча сиклей серебра. И опять слышна ирония. Если у тебя есть богатство, но нет любви, то ты ничто. Никакие деньги мира сего не дадут тебе возможность купить любовь. Соломон передает в управление свой огромный виноградник, получает колоссальный доход, но тот, кто обрел свой единственный виноградник, свою единственную подругу, возлюбленную, бесконечно более счастлив, чем Соломон со своими стражами, со своими виноградарями и евнухами. Кто обрел настоящую любовь и познал чудо взаимной любви, совершенно равнодушен ко всем инвестициям и мегаломании других. И так в этой эпиграмме опять звучит образ Иерусалима. Но одновременно это и любимая женщина, которая остается верной своей любви, потому что любовь величайшая ценность сама по себе, любовь это сверх ценность, она обретает награду сама в себе. И книга завершается поэтическим диалогом между ним и ей. Начинает он «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». И следующая реплика может быть произносится «возлюбленный», а может быть это продолжение слов «жениха», он в уста возлюбленный вкладывает то, что он хотел бы услышать. И оба прочтения возможны. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах бальзамических». Первый вопрос, который возникает «Кто же эти товарищи? Кто эти друзья?» Здесь тоже возможны разные прочтения. Это могут быть другие сильные миры сего, которые с ревностью и завистью смотрят на возлюбленную их товарища, и поэтому их внимание заслуживает особой настороженности. Но если это божественные возлюбленные, то его друзья это ангелы. И в этом нет ничего странного и удивительного. В православной традиции главные друзья не только монашествующих, но и вообще верующих людей это ангелы. И дай нам услышать голос твой. Это тот голос, который звучит за богослужением, это тот голос, который звучит в молитве, это голос словословия, благодарения, хвалы, мольбы, все, что мы обращаем к Богу, ангелы внимательно слушают и приносят к престолу Творца. Бог и есть тот великий влюбленный, который радуется нашим молитвам, радуется нашему покаянию, нашим гимном хвалы, нашим признанием в любви. Бог ищет, именно этот глагол употребляется в Священном Писании, он желает, жаждет тех, кто умеют поклоняться ему в духе и истине. Но, увы, жительницы садов, когда мы живем в наших садах благополучия, безмятежности, мы очень легко можем присытиться и забыть о Боге. Но мера любви любить безмерно, мера молитвы, значит, молиться без меры. И последняя молитва возлюбленной «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни, молодому оленю, на горах ароматных, на горах бальзамических», звучит немного странно. Возлюбленная просит, чтобы он бежал. Но почему-то каждый раз, когда читаешь этот стих, испытываешь какую-то тайную радость. В этом мире, который пропитан благовониями, ароматами, фимиамом, благодатью, благодарностью, благодарением, на горах бальзамических очень легко здесь можно увидеть образ Иерусалимского храма. Еще лучше это некий сокровенный храм, внутренний храм, сердце, известное только одному Богу. И вот молодая серна, молодой олень, это символы того мира, который исчезает, убегает при первом появлении охотника, постороннего. Они легко перепрыгивают через овраги и находят убежище, в котором их никто не найдет. И поэтому отцы пустыньки, в частности, Ава Арсений Великий, покидая императорский двор, говорит, чтобы стать монахом, нужно бежать, безмолвствовать и войти в божественный покой. Вот смысл этого бегства. Бежать для того, чтобы обрести самого себя, для того, чтобы обрести какие-то новые внутренние пространства, более богатые, более просторные, чем все то, что окружало тебя до этого. И тот, кто любит, тот желает другому свободы для того, чтобы он обрел себя, и только тогда будет возможна эта новая встреча. Желание открывает сердце человека на встречу бесконечному. Именно в этой бесконечности, на этих просторах, на горах бальзамических произойдет новая встреча, которая приглашает возлюбленные. Эта концовка тоже говорит о том, что любовь это непрестанное и все время обновляемое стремление к единству, стремление к новой встрече. Итак, песнь песни начинается с неутолимого желания, которое бесконечно уважает чувства другого. Это любовь, которая себя не навязывает. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Говорится в третьем лице имеется в виду, что пусть он целует, когда ему это будет угодно. Если ему это будет угодно. Никакой спешки, но лишь выражение этого великого и прекрасного желания взаимности. И поэма завершается этим отпустом. Слово отпуст из литургического обихода, неким повелением беги. Прекрасное желание, каким бы безмерным и страстным оно ни было, не уничтожает другого. На своей вершине оно говорит своему возлюбленному беги. Вот так медленное чтение песни позволяет нам открыть неисчерпаемое богатство этого текста. Будь это история любви между Богом и народом Божиим, между Израилем и Церковью, будь это история любви между Богом и душой человека, или история отношений между Девой Марией и Христом, между Премудростью и Царем Соломоном, все эти толкования не исчерпывают всего богатства, которое нам готовит этот текст. Многообразные лики любви, взаимности, завета, музыка, желания, все это открывается нам по-новому и по-новому. Это поэма о воплощенном духе, откровении незреченной бездны божественного присутствия в этой реальности и в реальности человеческих отношений. На портале экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok